Пеларгония Свонлендпинг Пеларгония давно завоевала одно из первых мест по красоте среди комнатных растений. Австралийский сорт Свонлендпинг влюбил в себя многих цветоводов за счет схожести с бутонами роз. С небольшим отличием пеларгония цветет обильнее и пышнее. Описание герани австралийки привлекает даже начинающих садовников. История селекции Пеларгония разибудная в последнее время пользуется повышенной популярностью не только среди коллекционеров редких сортов цветов, но и среди цветоводов-новичков. Все дело в том, что по внешним параметрам она схожа с розами. Это группа зональных пеларгоний, которые имеют определенные отличия от других сортов. Махровые цветы этой группы растений имеют множество лепестков, которые не дают цветку до конца распуститься из-за этого полураскрывшейся бутон визуально напоминает цветок розы. Пеларгония свой ленгпинг – декоративный цветок, пришедший в Россию из Австралии. Сорт с достаточно крупными цветоносами, которые способны держаться на стебле в течение месяца, если соблюдается оптимальный температурный режим. Исходя из названия, понятно, что цвет этого растения нежно-розовый. Может цвести около третьих раз за сезон. Количество цветоносов зависит от правильности ухода и содержания цветка. Разновидность выводилась направлена ботаником Артуром Ленгли Смитом в 1827 году. Получился сорт в результате селекции курчавой пеларгонии герани блестящей. Пеларгония свой ленгпинг – характеристики растения. Пеларгония сорта астролиан пинг розбот имеет стебель и листья насыщенного зеленого цвета, что крайне выгодно подчеркивает нежно-розовые цветоносы. Листья отличаются гофрированной окантовкой. Это многолетнее растение кустового типа относится к среднерослым сортам. Бутоны полностью распускаются крайне редко при соблюдении оптимальных температур, которые не должны превышать 30 градусов. Особенность сорта Суон Ленгпинг заключается в том, что цветы не осыпаются, несмотря на очень большое количество лепестков. Растение неустойчиво к низким температурам воздуха. Данный сорт производился для выращивания в комнатных условиях или в теплицах на крайний случай. На зимний период тепличное растение требует укрытия. Хорошо переносит долгое отсутствие полива. Даже при длительном отсутствии влаги выдает большое количество боковых побегов. Куст крепкий, неприхотлив почве и качеству воды. Единственным требованием Беларгонии Австралии пинг розбот является полив водой, которая имеет комнатную температуру. Важно! Не рекомендуется часто поливать растение. Достаточно одного или двух раз в неделю. Полив не должен быть обильным, так как на корневой системе может появиться гниль. Это чревато серьезным заболеванием цветка. Пеларгония Австралии пинг розбот формирует пышные соцветия с крупными цветоносами, достигающими в диаметре 3-4 см. На одном побеге может содержаться до 5 соцветий. Лепестки бутонов, махровые, внешняя сторона на тон светлее внутренней. Период цветения достаточно долгий, даже в сравнении с другими разновидностями пеларгонии. Пеларгония Суонлен пинг неустойчива к низким температурам посадка и содержании пеларгонии. При посадке сорта пеларгонии Австралиан пинг следует учитывать тот факт, что она не переносит попадание прямых солнечных лучей на свои листья. Этот сорт цветка предпочитает полутень. Даже прямые лучи утреннего солнца способны вызвать ожоги у цветка, соответственно и другие заболевания, связанные со снижением иммунитета. Если растение стоит на южной стороне, важно не забывать создавать тени на период полудня. Пеларгония Суонлен пинг не переносит низких температур воздуха. Температура ниже 10 градусов сможет стать губительной для цветочка. Так как сорт выведен в теплой стране, нет ничего удивительного в том, что он хорошо развивается при средних температурах. Посадка пеларгонии Почва Для посадки данной разновидности пеларгонии должна быть питательной и рыхлой. Рыхлость почвы обеспечивает правильный воздухообмен необходимой корневой системе растения. Обратите внимание, почва должна быть нейтральной. При повышенной или пониженной кислотности растение будет плохо цвести или не цвести вовсе. Землю можно приобрести в специализированных магазинах, можно сделать своими руками. Грунт должен состоять из дерна, торфа и перлита, в соотношении 4-2-1. В весенний период пеларгонии Астралии и Онпинг Росбот нуждаются в достаточно частых подкормках. Вносятся они один раз в две недели. Для того, чтобы увеличить пышность листьев Астралии, к пеларгонию следует подкармливать азотистыми удобрениями. При появлении первых бутонов герань нуждается в калии и фосфоре. Подкормка пеларгонии у пеларгонии австралийские разъебут довольно интенсивное развитие, поэтому она нуждается в частых пересадках. В основном они делаются для того, чтобы разделить корневую систему растения на несколько, тем самым разгрузить ее. С каждой последующей пересадкой емкость для посадки следует брать большего размера, нежели предыдущие. Пеларгонию Пинк Росбот необходимо прищипывать и обрезать. Только в таком случае можно сформировать красивую форму куста. Важно! Прищипывание провоцирует интенсивное появление боковых побегов. В сентябре растение начинает готовиться к зимовке. В этот период рекомендуется сократить частоту поливов и полностью отказаться от любых подкормок. Герань остается в периоде анабиоза по конец зимы. Как только день становится продолжительнее ночи, растение отходит от спячки. Достоинства и недостатки. Как и любой другой цветок, герань сорта Астралиан Пинк Росбот имеет свои достоинства и недостатки. Среди достоинств можно выделить такие пункты. Обильное пышное цветение, размеры цветоносов в диаметре, неприхотливость к почвам и поливам. Декоративность, легкость в формировании куста и т.д. Пеларгония Суэнленд Пинк неприхотлива к почвам и поливам. Недостатки у пеларгонии также существуют. Например, низкая морозостойкость, специфический запах, боязнь, переувлажнение, склонность к заболеваниям и дыры. Несмотря на большое количество недостатков по сравнению с другими сортами растения, при правильном уходе и содержании их удастся избежать. Самое главное, не забывать, что растение нуждается в рассеянном свете и в умеренном поливе, и с его развитием успешно справится даже начинающий садовник. 00VOT Article Rating